Здравствуйте, меня зовут Павлов Юрий, я преподаватель лечебного центра специалист при МГУТО имени Бамуна под управлением компьютерной графикой веб-технологии. В мае этого года я присутствовал на конференции Adobe Summit 2018, посвященной маркетингу и аналитике, и меня попросили поделиться впечатлениями о данном саммите. Данный саммит ежегодный, он проходит сначала в США, а затем в Англии, и традиционно собирает большое количество посетителей. Так, в этом году на саммите побывало 5500 человек. География саммита, как вы видите, весьма широка, и большинство пользователей, конечно же, из Англии. Сам саммит состоит из трех частей. Это мастер-классы, день партнера и сама конференция. На мастер-классах Adobe обычно дают пощупать свои технологии, познакомиться с ними для новичков, на геопартнера встретиться с коллегами по интересам, с адововцами. Ну а на самой конференции нас ждали более 100 докладов, посвященных разным проблемам и решениям. В этом году основной темой саммита была тема пользовательского опыта User Experience. Вы не покупаете продукт, вы покупаете опыт, утверждает Adobe. Вы не просто покупаете банковские технологии, вы покупаете будущую пользу, которую они вам принесут. Вы не просто бронируете номер в отеле, вы покупаете будущие возможности, которые вам даст. Таким образом, продукт или услуга должны представлять для вас ценность. И задача стоит повысить эту ценность. Надо сказать, что в разные времена сама Adobe относилась по-разному к нуждам своих пользователей. Частенько она от них отмахивалась, иногда присматривалась, потом вооружилась лупой и начала исследовать более детально. Сейчас же у нее есть отличный микроскоп, который позволяет собрать огромное количество данных и как следует исследовать их. Можно исследовать и понять весь цикл взаимодействия пользователя. Как пользователь пришел к необходимости покупки, как сделал покупку, что было дальше. Этот цикл называется Customer Journey – путь покупателя. И мы исследуем этот путь с точки зрения пользователя на курсе Web Usability. Строим схемы Customer Journey Map, ищем проблемные места и способы их устранения. На курсах по маркетингу и аналитике этому тоже наверняка уделяется много внимания. И, кстати, обратите внимание, как изменилось представление продукта. Если раньше вы на карточке товара видели в лучшем случае несколько фотографий, то теперь этого современному покупателю мало. Им нужно проверить товар, исследовать, может быть, даже примерить, о чем немножко позже. Но Adobe продолжает активно использовать сервис Experience Cloud, предназначенный для исследования пользовательского опыта, куда входит множество программ, в том числе весьма популярный Adobe Analytics. И в наших планах присоединиться к использованию этих сервисов. Также на саммите были показаны новые технологии взаимодействия и их использования. Например, представление дашборд панели управления в виде виртуальной реальности. Посмотрите, как это выглядит. Я не знаю, каково человеку в шлеме, но, глядя на такое изображение, мне было немного не по себе. По-моему, и не только мне тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА We need to break this down by country. So let's add some dimensions to this data. I'm going to open up the workspace here and then I'm going to select dimensions and just drag on countries. Great. Now we have a breakdown of page views by country over the last week. I can also see this globe behind the chart. And that has a visual representation of page views by location. Вообще, тема виртуальной и дополненной реальности сейчас очень актуальна. И Adobe пытается учитывать эти нововведения в своих продуктах. И, возможно, вы слышали программы Adobe Premiere, After Effects, Dimension, Animate, Fuse. Эти программы весьма популярны. И их используют как раз для задач представления виртуальной и дополненной реальности. Еще одна тема – тема речевого взаимодействия. Посмотрите, как относятся к использованию голосовых сервисов на людях в разных странах. Сейчас мы уже привыкли сообщать голосом адрес-навигатору. Ну, а к чему привыкнем завтра? Кстати, это тоже формирование пользовательского опыта. И, кстати, Adobe сделал, по сути, прорыв, введя голосовые сервисы в программу для дизайна интерфейсов Adobe XD, Experience Design. В последнем обновлении от октября 2018-го программа научилась не только произносить фразы, но и распознавать голосовые команды. Ну, правда, пока что на английском. Это действительно прорыв. Я, конечно, корректировал курс по Adobe XD. Теперь мы там сможем создавать куда более интересные и насыщенные решения. Что интересного было еще? Показали сервис CLO 3D для моделирования одежды с использованием элементов виртуальной реальности. Вы можете сконфигурировать одежду, выбрать модель для примерки. Можете загрузить программу для разных платформ и пощупать ее возможности. Показали новые технологии, которые теперь применяют Adobe в своих продуктах. Dexter, Adobe Sensei. В них надо будет поговориться более подробно. Ну и, конечно, не обошло и без сюрпризов. Очень известные люди рассказывали о своем опыте использования продуктов Adobe. А знаменитый киноактер Брайден даже продемонстрировал, как новичок может использовать в возможности Adobe Photoshop. Ему были представлены несколько задач, и он их успешно выполнил. Судя по всему, он был не очень знаком с программой Photoshop, но достаточно тяжелый интерфейс программы ему не помешал. Хотя рядом стоял ассистент, и, наверное, ему что-то подсказывал. А посетил бы наши курсы, стал бы мастером. Ну а мы, в том числе благодаря конференции, уже изменяем ряд курсов. Вносим в них необходимые правки, делаем новые акценты, и пусть наши курсы помогут вам улучшить ваш собственный опыт и повысить вашу ценность в этом изменчивом мире. Спасибо за внимание.